Привет! Финансовая конференция издателя Rockstar, а именно компании TakeTool, состоится уже завтра, 16 мая. А как мы все с вами прекрасно понимаем, что до этой даты Rockstar чаще всего показывают или анонсируют что-либо, дабы поднять акции компании перед инвесторами. И вот, можно сказать, уже началось. Действительно подтвердилось, что Rockstar сделают какой-то новый анонс в ближайшее время. Сегодня в ролике мы с вами разберем, что вообще за новый движ происходит с Rockstar и какой ближайший новый анонс, кстати, который уже подтвердился, стоит ожидать в скором времени. Не забывай про лайк и подписку и, конечно же, вступай в наш телеграм-канал. Там постится вся информация вообще по всей сфере GTA, в том числе и все новости по шестой части. Сейчас буквально минуточка спонсора и посмотрим, что там готовят к Rockstar. Любите играть в GTA, но постоянно не хватает денег на новые тачки и недвижимость, тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это отличный сервис с недорогой прокачкой, ведь гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей всех современных консолей. В общем, все ссылочки есть в описании под этим роликом. Не так давно, а именно где-то недельку назад, Rockstar начали делать какой-то непонятный движ с GTA 6. А именно с оформлением страницы самой игры на сайте, они его полностью видоизменили. И, конечно же, наши любимые Rockstar добавили 4 окна для скриншотов GTA 6. Об этом всем мы с вами говорили в прошлом ролике. Казалось бы, показ чего-то масштабного уже не за горами, ведь так было абсолютно всегда. Перед финансовым отчетом компании-издателя, Rockstar постоянно начинали делать непонятный движ со своим сайтом, лаунчером и так далее. Например, показ с RDR 2 состоялся за день до финансовой конференции, а монстрейлера GTA 6 за 8 часов до ее начала. Для выхода RDR 2 на ПК Rockstar вообще замутили свой отдельный лаунчер. И тут, как бы сейчас, все очевидно. Rockstar готовит раздел с GTA 6 на своем сайте к ее второму показу. И, похоже, это целиком и полностью подтвердилось. Причем, самое интересное, где-то сутки назад. Но, если вы ошалеете, Rockstar выпустит первый Red Dead Redemption на ПК. Да, вы не ослышались. Игра с 14-летней давности выйдет на ПК в ближайшее время. Это подтвердил известный инсайдер TES FAN с своей находкой в сервисе Rockstar. Это у нас и сам сайт, и их лаунчер. В этой же самой находке у нас появились строчки о том, что первый RDR наконец-таки доступен для ПК. Вместе, кстати, с классным сюжетным дополнением Undead Nightmare. А через 3 дня, 18 мая, игре у нас исполняется целых 14 лет. И тут стоит подумать, кому вообще нужна игра 14-летней давности, тем более аудитории ПК. У которых и так куча различных эмуляторов, которые запускает этот первый RDR вообще на любой печке. Вот ответьте в комментах сейчас честно, вы бы стали ее покупать. А вот самое смешное, что ценник за ПК-версию будет космическим. Ибо мы все знаем, какие жадные Кокстер в этом плане. И какая-то контора, сами знаете кого. Они за обычный порт первой части RDR на Nintendo Switch и PlayStation 4, не пятерки, самое главное, просили 50 долларов. Я думаю, что с ПК-версией ситуация в плане цены повторится. Конечно, отсюда можно сделать вывод, что выход RDR на ПК у нас никакой там не юбилейный, ни к чему-то там он приурочен. Скорее всего, выход ПК-версии будет как бонус с чем-то. К примеру, вместе с показом второго трейлера GTA 6 или же ее скриншотов. Rockstar уже так делали с прошлым зимним обновлением для GTA Online, которое показали после трейлера GTA 6. И обновление тогда сделало нереальный охват. И сейчас более чем вероятно происходит абсолютно то же самое. Rockstar просто хотят на фоне всей шумихи поднять немного актива вокруг того же анонса первой части RDR на ПК. И легко заработать баблище с этого порта для издателя. Так как порт в геймдеве является, наверное, одним из самых легких способов разработки, ну и соответственно заработка. Я не спорю, серия RDR это прекрасная серия игр. В которой мы с вами можем увидеть отличный сюжет, прекрасные виды и максимально живой мир. Что самое главное, открытый. Конечно, я понимаю Rockstar с ее масштабами, но просить 50 долларов за игру 14-летней давности это плевок в лицо фанатам. Если мы с вами вспомним август прошлого года, Rockstar жиденько так обосрались, когда анонсировали первый RDR на Switch и PlayStation 4. При этом, как говорит издатель, порт принес нереальный доход. Конечно, когда они продавали этот порт за 50 долларов. На самом деле, интересная ситуация получается, как они разорвали этот порт на несколько месяцев, который можно было сделать сразу и на новые консоли, и на ПК. Кстати, небольшой интересный факт, на новых консолях игра до сих пор работает по обратной совместимости. Все-таки, насколько же сильно издатель хочет денег от Кокстер, раз они порты делают с промежутком почти в год, дабы банально продать игру несколько раз и заработать больше. Сам анонс ПК-версии первой части RDR мы с вами, скорее всего, уже увидим на этой неделе, так как именно через 3 дня игре исполняется 14 лет. И сейчас, в течение этой недели, у нас есть два варианта развития событий. Первый, который мы с вами все ждем, это анонс ПК-версии RDR на фоне показа чего-нибудь по GTA 6. Это будет самый оптимальный ход для Rockstar, и уж тем более для издателя Rockstar Take 2 перед финансовой конференцией. Данный процесс позволит им нехило так приумножить свои акции, соответственно, инвесторы будут довольны. Второй вариант более грустный, где Rockstar просто-напросто жизненько обосрутся и перед финансовой конференцией выкатят нам анонс ПК-версии RDR. И кроме этого анонса вообще ничего не будет. Самое печальное, что даже этот исход очень хорошо бустанет акции издателя. Это будет самый худший, халтурный и позорный вариант со стороны Rockstar. Можно сказать, даже плевок в лицо фаната. Причем такой смачный. Учитывая, что порт игры 14-летней давности будет 100% стоить от 50 долларов. Точно так же, как это было и с портом на Nintendo Switch и PlayStation 4. В общем и целом, следим за всей информацией в течение этой недели. Также переходите в наш телеграм-канал, там я постчу всю актуальную информацию по GTA 6 и не только, и вдобавок обсуждаю ее с вами. Пишите в комментариях свое мнение, что вы вообще по всему этому поводу думаете. Мне будет интересно с вами пообщаться. Ну а на этом все. Огромное тебе спасибо за просмотр. Если этот ролик для тебя был хоть как-то полезен и интересен, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Опять же, пиши в комментариях, что ты думаешь по всему этому поводу. Мне будет интересно почитать. Ведь все комментарии я читаю, на них же отвечаю. Все полезные ссылки, в том числе и на наш телеграм-канал, ты, как всегда, можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер. Всем удачи и всем пока-пока. Но если ты как-то досмотрел до этого момента, то почему бы тебе не глянуть еще вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok